Всем доброго субботнего утра. Я Антон Олеханов, губернатор Калининградской области. Сделаю в ближайшее время несколько видео, посвященных ценам. Много вопросов по поводу продуктов питания, по поводу сахара, капусты, других товаров. Отдельно сделаю на эту тему видео, разберем причины роста стоимости и как мы на это реагируем, что делаем для того, чтобы стоимость не росла или даже падала. Но сейчас хотел бы привести конкретный пример, разобрать ситуацию со стоимостью цемента. И честно могу признаться, что русская поговорка, кому война, а кому мать родна, к сожалению, в нашем регионе, в Калининградской области, находит свое прямое подтверждение. Цемент это такой яркий пример. В основном в Калининградскую область завозят цемент от двух производителей. Это Евроцементгрупп, наш крупнейший российский производитель цемента в стране. И Красносельский стройматериал, это, собственно, производитель из Беларуси. Значит, Евроцементгрупп, их стоимость регулируется федеральной антимонопольной службой. Они не так давно были приобретены новыми акционерами. И в соответствии с федеральным законодательством, отпускная цена цемента, группа компании Евроцемент, собственно, регулируется, в том числе с учетом позиций ФАС России. Так вот, в Калининградскую область с доставкой уже в регион компания Евроцемент продает один мешок на 50 килограмм за 365 рублей. То есть, 365 рублей стоит 50 килограммовый пакет цемента уже с доставкой в регион, с выгрузкой на любой станции железной дороги в порту Калининградской области. Значит, я специально сейчас поручил своим коллегам проанализировать, почему же продают, собственно говоря, в торговых сетях, на каких-то строительных базах, магазинах цемент. Ситуация удивительная. Значит, 25 килограммов, то есть, в два раза меньше, чем 50 килограммовый мешок продают без НДС за 700 рублей. То есть, это 1400 рублей, 365 продают Евроцемент и 1400 перепродают покупатели, которые приобретали цемент у Евроцемента. Ну вот, самое дешевое, что мои коллеги смогли найти, это 890 рублей за 50 килограммовый мешок вот на строительной базе на улице Александра Невского, БСМ, по-моему, она называется. То есть, купили за 365, уже с привозом сюда в регион, а перепродают почти за 900 рублей. Ну, я прошу считать это видеообращение официальным обращением в органы прокуратуры, в управление Федеральной монопольной службы по Калининградской области. И обязательно, конечно, сопровожу это видеообращение сейчас и письменным обращением в эти органы, для того, чтобы они провели соответствующее разбирательство, расследование в рамках своих полномочий и проверили, каким образом формируется такая цена. Что касается некоторых заявлений, что, дескать, цемента не хватает, в регион его не поставляют, это вранье. Только на ближайшие несколько недель, с 15 марта, я специально перепроверил эту информацию у наших коллег из оборонлогистики, которые управляют нашей паромной переправой между портом Услуга и портом Балтийска, уже законтрактованы, уже стоят в очереди на погрузку 489 вагонов с цементом, цементовозов. Это 30 тысяч тонн. Это большой объем. Поэтому мы, конечно, еще будем проверять, не придерживают ли продавцы специально объема, не выпуская его на рынок, для того, чтобы создавать ажиотажный спрос и просто зарабатывать сверхприбыль. Рассчитывайте, считайте это в том числе и моим обращением ко всем нашим крупным продавцам цемента. Коллеги, вы знаете, мы не оставим это без реакции и перепроверим все ваши цепочки перепродаж. У нас есть основания полагать, что вы выстраиваете фиктивный документооборот для того, чтобы уходить от уплаты НДС, других налогов, занижать свою налоговую базу. С коллегами из Управления Федеральной налоговой службы также отработаем и этот вопрос. Я прошу всех калининградских предпринимателей прекратить злоупотребление в текущей ситуации, прекратить распространять неверную информацию относительно какого-то дефицита строительных материалов и прекратить вот эту, ну, откровенно, антинародную спекуляцию. Я прошу вести бизнес, как говорится, бизнес as usual, как обычно, не пытаясь зарабатывать вот на этой сложной ситуации, в которой находится наша страна. Надеюсь, меня услышат. Спасибо, всем хороших выходных. Спасибо.